И все, привет, ребят! С Мистер Вайк, и сюда пишите свой новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня я бы хотел разобрать вместе с вами один корпус, который уже на протяжении супер длительного периода времени находится в очень и очень плохой мете в нашей игре. Хотел бы чуть больше его разобрать и надеяться на то, что уже в ближайшем будущем этот корпус апнут. Сегодня мы поговорим о корпусе Титан. На мой взгляд, это самый слабый корпус, который есть на сегодняшний момент времени в нашей игре, который абсолютно ничего не может в рамках матчмейкинга и контриться всеми возможными овердрайвами. Сыграем на нем, ну и посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Если вам нравится игрового формата видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только любые аккаунты, если у нас есть личный такток, темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а что касаемо нашего Титана, то сегодня мы давайте возьмем к этому Титану лучший, 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 лучший сборник, который может работать. Это шафт с лечением, который может компенсировать хоть как-то наш слабый, суперслабый корпус. Ну и под это все дело на Титан мы берем тоже иммунитет от пробития. Это лучший иммунитет для Титана, так как это единственный, единственный иммунитет, который может вас спасти от урона, который будет наноситься через купол. Что касаемо овердрайва и купола в целом на Титан, да, почему я говорю, что Титан максимально бесполезный? В первую очередь это все, конечно же, начинается с его овердрайва. Овердрайв его контрится любыми пробитиями, если вы не используете иммунитет от пробития. Любыми овердрайвами Хантера, получается, Мамонта, даже Хоппер, можно сказать, в каком-то ключе контрит. Хантер контрит. Васпик контрит. Хорек, если нет иммунитета от пробития, тоже контрит. То есть Титана, по сути, может законтрить абсолютно все. Просто абсолютно все может законтрить овертитана. И тогда мы начинаем сравнивать этот корпус с другими овердрайвами, да, с другими корпусами, даже если мы берем просто тяжелые корпуса, да. Если мы начинаем сравнивать с Мамонтом. Что делает Мамонт? Мамонт имеет возможность развала жесткого под овердрайвом. Правильно? Правильно. А Рез со своим шаром и со своим, в принципе, корпусом удобным имеет дополнительные преимущества в игре? Да, я считаю, что имеет. Имеет дополнительные возможности 100%. Титан? Что имеет Титан? Да ничего он не имеет абсолютно. Купол, который может законтрить любой корпус? Это все. Это все абсолютно. Больше ничего. Ничего нету. Обычный тяж, у которого 4000 хп? Да зачем мне обычный тяж, у которого 4000 хп, если у меня овердрайв моего купола максимально бесполезный, и он контрится всеми возможными способами. Поэтому к чему я веду? Я надеюсь, что в ближайшем будущем, во-первых, нашего Титана апнут, да. Апнут как-то купол, да. Он не будет контриться всеми возможными способами. Либо же он будет работать с какими-то дополнительными бонусами. Да? Потому что пока что, исходя из того, что я вижу, я понимаю, что Титан – это корпус, который абсолютно находится не в мите. Абсолютно не в мите. Да? И как его реализовать в плюс, чтобы это работало? Ну, вот единственный, наверное, способ – это взять шафта с лечением, да, найти тиммейтов, которых вы будете хилить, да, и пытаться отыгрывать от этого дела. Ну, либо взять там какой-нибудь другой дальнобойный, дальнобойную какую-то другую пушечку и чисто через всю карту разыгрывать все это дело. Но в моем понимании, шафт с лечением – это, наверное, самое легкое, что есть для как раз-таки такой реализации. Ну, и вы видите еще, насколько долго у меня этот овердрайв копится, да. То есть у меня овердрайв копится 40 лет. Просто 40 лет у меня идет накопление овердрайва. Но это прям очень жестко. Это прям очень плохо. И это прям максимально некомфортно, когда настолько долго ты этот овердрайв копишь, да. 70% овера у меня за где-то 2-3 минуты боя. Но это хорошо. Я считаю, что это максимально плохо. Максимально плохо, да. И поэтому многие у меня там спрашивают, почему ты не играешь на Титане, тяжелый корпус, там все дела. Да, а что, какой смысл его использовать? Какой смысл использовать его? Если он находится в абсолютной немете. Абсолютный, просто абсолютный. Да, любой другой корпус будет намного полезнее. Ну, за исключением можно взять только, наверное, хорька, да. Любой другой корпус, железобетон будет намного-намного полезнее. Намного полезнее. Его можно и реализовать лучше, и овердрайв реализовать в целом лучше, да. И накопление овердрайва, да. То есть вы видите, насколько долго у меня копится оверка. Просто у меня 40 лет накапливается овердрайв. 40 лет накапливается овердрайв И при этом всем деле, да Этот овердрайв Еще и супер слабый Да, то есть титана купол Он еще и супер слабый, то есть он во-первых Купится 40 лет, так он еще и сам по себе Слабый, да, то есть если бы его Еще накопление было бы более быстрое Ну я бы еще мог бы хоть как-то это понять Да, ну вот единственное Вот еще вариант, да, контры Вот контра, вот идеальная контра Васпика бомбы, но если например Васпик бомбу прожмет после того Как я прожму, да, то Соответственно тоже эта контра не будет работать У нас вообще вон джаггернауты ФКшные какие-то стоят, ну я в шоке Короче эти тиммейты еще В матчмейкинге это конечно супер сильная тема Но мы так чисто на хилинг Сыграем, постараемся Здесь еще что-то заработать, ну и вот У меня один овердрайв был, сейчас 10% от нового овердрайва, посмотрим у нас 3 минуты до конца, у меня до конца Боя вообще накопится овердрайв с учетом того, что Я хилю тиммейтов, играю как бы Под дополнительные очки, максимально пытаюсь Как-то все это дело подразвить Посмотрим у меня будет ли еще один овердрайв За такой длительный период времени или не будет Если не будет овердрайва, ну что я могу сказать Ну это самый-самый-самый Слабый корпус в игре, самый слабый Корпус в игре, которому Срочно нужен какой-то баланс Нужен какой-то буст Иначе без этого буста Ну я считаю, что это прям Максимально-максимально плохая тема Так, я жду пока выкатит тип Он никак не выкатывает Из-под той стенки, ой ептит, нифига Мне башню просто сбили жестко Я пока 40 лет ждал, у меня уже В тыкву прилетела такая плюшка суперсильная Так, ну и что, две с половиной минуты у меня до конца Две с половиной минутки есть в бою Ну есть шанс, наверное, все-таки Заработать этот овердрайв По крайней мере, я надеюсь на то, что у меня есть шанс Заработать этот овердрайв Но успею ли я его заработать или нет Вопрос хороший Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим О, дефолтные мои любимые друзья в матчмейкинге появились Ну, в принципе, я не удивлен Поэтому, как бы Его страшного в этом не вижу Поэтому, типа, дать урон не могу Вот этому могу 1600 урона, офигеть У меня реза от шафта нету, да? Поэтому шафт меня тоже натягивает 50% овердрайва Две минутки до конца боя Ну, по ощущениям Все-таки я овердрайв успею набить Да? По ощущениям Все-таки у меня Еще одна оверка будет Но все равно При любом раскладе это мало Это очень мало За такой период времени Да? Иметь два овердрайва И то Второй это будет суперблизкий овердрайв С учетом того, что это Титана овер Да? Что это овер, который, по сути Ну, не является актуальным Ну, при любом раскладе Он не является актуальным Он не является сильным Он не является Конкурентно способным Овердрайвом Да? Это все равно Очень и очень плохо Очень плохо Да? И поэтому я лично, да? Учитывая тот факт Что Титан уже находится Ну, пару лет Так точно Не в мете И не актуален От слова совсем Я надеюсь на то Что этот корпус у нас забустят В ближайшем будущем Да? И будет в нем Хоть какой-то дополнительный смысл Дополнительный смысл реализации И то, что можно будет вообще с ним что-то делать Так, у нас еще какой-то лаг сервера происходит Жесткий лаг серва Не знаю, это у всех произошло Или только у меня Какой-то лаг сервера Здесь срабатывает Не, 80% овердрайв Я не накоплю овер Я не накоплю овер У меня будет один овердрайв за бой При том, что я запикался за 8 минут до конца боя Вы понимаете? Это вообще прикол Я за 8 минут до конца боя запикиваюсь У меня один овердрайв за бой Один! С шафтом с лечением Где я дополнительные очки зарабатываю с тиммейтов Да? Даже не от киллов А с тиммейтов То есть, по сути, у меня даже большее количество очков Чем я бы заработал бы так В принципе Да? И у меня один овердрайв Ну, это максимально грустная тема Я, если честно Не понимаю просто Просто не понимаю, да Почему это так в нашей игре работает Почему у одних корпусов есть прям лютый плюс баланс И есть возможность суперконтентовой реализации А есть вот такие корпуса Которые на протяжении супердлительного периода времени находятся не в мете Которые не актуальны Не нагибают И ничего не могут в рамках матчмейкинга И с ними никто ничего абсолютно не делает И они продолжают лежать на этом дне И быть абсолютно никчемными Поэтому я лично надеюсь, что в скором будущем баланс В плане корпусов, в плане того же Титана и Харька Сбалансируется Может быть, даже по Харьку тоже запишу видеоролик Если вам понравится, да То обязательно поддержите видос вообще лайком Пишите, что вы думаете по поводу Титана Да Как вы относитесь к этому корпусу Как вы считаете вообще, находится ли в мете этот корпус Да, может ли он что-то или не может Играете вы на этом корпусе Когда последний раз на нем играли Напишите, мне будет тоже интересно почитать ваши комментарии По этому поводу Обязательно поддержите данный видос лайком Если вы согласны с моей точкой зрения И ждете, чтобы этот корпус стал значительно лучше И стал более интересен в нашем балансе Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны Участвуйте в розыгрыше У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Пока